Голосование продолжается, а те, кто не может прийти на избирательный участок, может сделать свой выбор на дому. Причины для этого разные. Самоизоляция, плохое самочувствие, уход за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Эти новоуренгойцы заранее написали заявление и подали заявку в свою участковую комиссию. В обозначенный день и время к ним пришли два члена избиркома и наблюдатель. Процесс проходит с соблюдением установленных мер безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Члены избирательных комиссий работают в масках и перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Не переступают порог квартиры. Для каждого избирателя подготовлен индивидуальный комплект документов. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Значит, это у нас, видите, пакет. В пакете у нас средства индивидуальной защиты. Это перчатки, это маска, это ручка. Здесь идет заявление и бюллетень. Человек, значит, одевает маску, перчатки, ручка, голосует, отдает нам, оставляет себе. То есть все безопасно и все согласно требованию. Да, все запечатано, все упаковано. После того, как новоуренгойцы сделали свой выбор, бюллетень опускается в специальный переносной ящик для голосования. Его заранее опечатали, поэтому просто так открыть кейс нельзя. Так, смотрите, заявление будет туда. Сейчас я проверю. Можно? Мы приезжаем в избирательную комиссию. Ящик вскрывается в присутствии наблюдателей, членов избирательной комиссии. Опечатывается все в сейф-пакет. Подписываем мы, как члены избирательной комиссии. И все укладывается в сейф. Опечатывается все. А потом пересчитывается это 19 числа в полном подчете. Пока около трех тысяч горожан изъявили желание голосовать дома. Но заявки от всех желающих будут приниматься по 19 сентября до двух часов дня. Если по каким-то причинам избирателей не оказалось дома, проголосовать они все равно смогут. Только уже на своем участке. На избирательном участке, который развернулся на базе Новоуренгойской гимназии, жители и гости газовой столицы активно голосуют с самого утра, несмотря на выходной день. На входе их встречают члены участковой избирательной комиссии. Каждого избирателя отмечают списки, выдают бюллетени, инструктируют и координируют. Я сама, конечно, проголосовала. Еще вчера я проголосовала на своем участке. Выборы очень важны для нас. Отдать свой голос. Это очень важно каждому гражданину. Это наша ответственность, наш долг большой. Наш 639-й участок – один из самых больших в городе. Вчера у нас была очень хорошая явка. Наверное, чуть ли не половина всего мы еле справлялись. По участку у нас все соблюдается – мирная, санитарная безопасность, организованный пункт выдачи СИЗов. Исполнить свой гражданский долг и показать пример подрастающему поколению обязаны все россияне, независимо от социального статуса. Именно так считает главный инженер «Газпромдобычи Ямбург» Виктор Моисеев. Он активно проявляет свою позицию, принимая участие во всех выборах. Это наш гражданский долг, который мы обязаны выполнить. Я сегодня его выполняю, потому что мне небезразлично наше будущее, будущее нашей страны, моей семьи. Многие новуренгойцы на выборы пришли целыми семьями. Например, заместитель главы города Михаил Терещенко. На избирательный участок он пришел вместе со своей маленькой дочкой Софией. У нас уже давняя семейная традиция. Мы на выборы всегда ходим с детьми. И вот сегодня тоже не случайно я пришел со своей Софией, потому что считаю, что необходимо именно с детства прививать у ребенка патриотизм, любовь к родине, а также особую культуру, участие выбора, потому что тем самым мы формируем будущее. Моя очень большая заинтересованность, чтобы София жила в счастливой и радостной стране. В том, чтобы все дети жили в счастливой стране, заинтересован и директор 17-й школы Виктор Кустов. На избирательный участок он сегодня пришел вместе со своей женой. К процессу голосования подошли со всей ответственностью. Заранее изучили биографию каждого кандидата. Остаться в стороне не было и мысли. Понимают, насколько важен выбор каждого. С самого раннего возраста, когда родители с удовольствием шли на избирательные участки, мы понимали, что для них это особо важно, особо ценно. И, видимо, оттуда уже перенесли этот формат с собой. Насколько изменяется сегодня мир, насколько нужно быстро реагировать и исполнительной власти, и законотворческой власти, чтобы вовремя отреагировать, чтобы действительно быть, а не казаться. И чтобы пришли действительно во власть законотворчества люди. Могут делать, могут выполнять, могут создавать для народа все необходимые блага. И, естественно, от этого будет результат. Надо приходить на выборы, надо принимать участие в этом. И еще немаловажно воспитывать своих детей, для того, чтобы они понимали, и чтобы были политически воспитаны, и чтобы понимали, что это нужно, чтобы не отдавать в чужие руки принятие решений. Выборы – это будущая жизнь и страны, и моих детей, и моих внуков, и нас. Поэтому это очень важно. С каким настроением вы сегодня шли на выборы? Сегодня такая дождливая погода, не омрачило ли это ваш настрой? Ну, это долг мой как гражданина Российской Федерации, поэтому погода тут ни при чем. В любую погоду. Исполняющая обязанности главного редактора информационного агентства «Импульс Севера» Ксения Белозерова голосовать предпочла со своим лучшим пушистым другом. Компанию ей составил код по кличке «Мультик». Мы на самом деле сегодня с мультфильмом смотрели с утра инстаграм «Импульса» и увидели, что Наталья Александровна Рябченко ходит со своей собакой Жули. И вот мультфильм сказал, что он ничем не хуже Жули, он тоже хочет голосовать. Поэтому, в общем-то, вот он нарядился и сегодня впервые пришел на избирательный участок. На протяжении двух дней в округе отмечается очень высокая явка. Все избирательные участки в городах и поселках Ямала открылись вовремя и без задержек. Специалисты отмечают, в нынешнем электоральном цикле показатели будут значительно выше, чем в прошлые годы. Я думаю, что у нас ждут очень хорошие цифры. Я еще за неделю-две до этого давал прогноз, что на Ямале будут цифры близкие к 60%. Я думаю, что мы достигнем этих цифр. У нас достаточно хорошая возможность для мобилизации электората. У нас очень дисциплинированный электорат. Исторически ямальцы голосуют достаточно хорошо, достаточно активно. Более того, они почти всегда очень хорошо голосовали утром. Поэтому вот все, что было проголосовано в первый день, мы можем экстраполировать, представить, что это утро единого дня голосования. Поэтому я не вижу здесь ничего необычного. Кроме того, более 40 тысяч северян – это работники отдаленных вахтовых промыслов, обитатели кочевых стойбищ, рыбаки и охотники сделали свой выбор досрочно. Мария Бохова, Елена Бойцова, Виктор Етленко, Богдан Жиделев. Служба новостей «Импульс».